Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас с вами, как всегда, поляна. Осталось немножко роллов. Также у нас с вами здесь вкуснейшая просто шаурма. Вы вчера во влоге видели, что я кушала точно такую же вчера. Сегодня опять же рецепт будет в инфобоксе. Обязательно переходите. Просто там без квашеной капусты, там, по-моему, салат айсберг. В общем, рецепт я вам оставлю и на картошечку фри тоже. Так что переходите, смотрите обязательно. Вот эту штучку мне принесла Джоли, за что и огромное спасибо. Мне безумно приятно, что в последнее время вы очень хорошо смотрите влоги. Это меня мотивирует и дальше снимать для вас подобный формат. Как это вкусно, ребят! Необычная шаурма. Соленые огурчики. Грудка. Квашеная капуста, майонез. Сырный соус. Прям сочно. Мы вчера с мамой ходили сначала по врачам, а потом по магазинам. Сегодня мы уже получили анализы. Есть, конечно, кое-какие моменты, которые нужно лечить. Но в общем и целом у мамы со здоровьем все хорошо. Ей сказали, что нужно больше ходить. Нужно скидывать лишние килограммы, они ни к чему. Вот мы договорились по вечерам просто ходить. Если хотите, я вам оставлю ссылочку на влог, шоппинг-влог. Как я была рада видеть открытые магазины. Я просто слышала, что 25 числа у нас вроде как все открывается. Но не все прям рестораны закрыты. Но магазины открыты. Потом мне подруга сказала, что оказывается открываются не все магазины, а те, где нету скопления толпы людей. Вакцину уже начали применять. Ну, наверное, в первую очередь ее будут делать врачам. Врачам, тем людям, кто каждый день сталкивается с огромным потоком людей. Слава богу, такой вирус не передается через интернет. И слава богу. Сегодня буду чисто отвечать на вопросы. Вы знаете, иногда я читаю комментарии, позавчера читал, и мне так стало грустно. Некоторые пишут вещи, например, про меня. Я понимаю, насколько хорошо человек меня знает. И пишет кое-какие замечания, например. Я понимаю, что вы правы. Вы хорошо меня знаете, вы делаете вывод, это как бы взгляд со стороны. И вдруг я просто, знаете, так посидела и подумала, правильные вещи люди пишут там. И так грустно стало. Первый вопрос. Как проходит айка лечения раку таном? Ну, руки у тебя явно выраженная аллергия. Скопление препарата. Это нужно лечить. Лечение проходит отлично. Прыщей уже почти нет. Каких-то особых, знаете, таких супер побочных эффектов, как кровь из носа и все дела у меня нет. Кожа стала просто намного-много лучше, чем была изначально. Что меня очень сильно радует, конечно, я мечтала об этом. Из побочек ничего нового не появилось. Я все это контролирую. Ребят, не переживайте. Я хочу выглядеть хорошо. И оно того стоит. Сколько не шла по разным врачам, все что-то прописывают, прописывают по факту ничего. Я была даже у главврача от Уран клиники. Может, кто знает. Он дерматолог. И что? Ничего из того, что он прописал, мне не помогло. То есть не было даже малейших каких-то изменений. Одно дело, ты используешь какой-то препарат, он хотя бы временно тебе помогает. Потратила кучу денег. Просто ни на что. Деньги ушли, кожа осталась такая же. Поэтому я, ребят, осознанно подошла к этому. Я все понимаю. Но так жить я тоже не хочу. Вчера купила столько всего классного. Сейчас думаю, куда бы это надеть. А идти по большому счету некуда. Нашла фотографа. Вроде решили пофоткаться. Но хотелось бы на улице фотосессию, там, на бульваре и все дела. Но, к сожалению, на улицу холодно пока что, в куртке. Я думаю, что в марте где-то, может, в конце февраля уже можно организовать как-то один день и пофотографироваться. Постоянно планирую развивать свой инстаграм. Но с каждым днем истории становится все меньше и меньше. Дома я просто не знаю, как удачно можно сделать хорошую фотографию. Просто идти некуда. Как-то так. Я в таком теплом-теплом свитере. А все потому, что дома очень холодно. У нас нет центрального отопления. И мы сами можем регулировать, насколько у нас дома будет тепло. Но, к сожалению, сегодня с утра не работает газ. Приходится ходить вот в свитере. Вот не люблю, когда дома холодно. Ненавижу. Хотела сегодня отснять влог. Но когда дома холодно, мне просто хочется укутаться во что-то теплое и не вылезать из кровати. Жару я спокойно переношу. А вот холод моя жуткая мерзачка. Поэтому я сегодня решила, да ладно, думаю, еще мама начала, что давай стекла мыть окнам. Я говорю, мама дубак. Холодно. Мама и сестра. Она супер чистоплотная. Она живет в Дагестане. И вот все у нее по полочкам. Она такой минималист. Ничего лишнего у нее дома нет. Все лежит аккуратно. Я, например, еду к ним, смотрю на них, вдохновляюсь. Думаю, все, приду домой, то же самое. Все ненужное выкину. Выкидываю, но не прям все ненужное, но какую-то небольшую часть. Потом я понимаю, что нет. Я не могу так, ребят. Такие маечки себе, кстати, вчера купила в Боди за 3 моната. 130 рублей делает. В Нью-Йорке на скидке были. Я покупаю, я получаю массу положительных эмоций. Вчерашний день у меня было потрясающее настроение. Я нашла хайлайтер, который я хотела. Я весь вечер сидела и вот так вот свочи делала. Думала, вау, как круто. Посмотрев на кого-то, например, кто-то снимает тот же сонлайт. Но понятное дело, что это реклама. Я все. Я уже собралась, я уже сделала заказ в сонлайте. Жду, когда придет. Все мы разные. Мне кажется, не стоит осуждать людей за то, что они не такие, как вы. Я смотрю женщину, мне она очень нравится. У нее дома, ну, прям ужасный ремонт. Но при этом у нее, наверное, где-то 300-400 ароматов. Недорогих. Эйвен, Алифлейм, Фаберлик. Максим там какая-то Шакира. Или Антонио Бандерас. Читаю комментарии. Ой, зачем тебе это надо? Будь минималистом. Возьми себе несколько ароматов и сиди. Тратишься на какую-то фигню. Наверное, шапоголизм, как заболевание, это, наверное, какое-то психологическое расстройство, которое на самом деле есть. Подкупил себе что-то. Такая радостная. Кайф. Это у нас, знаете, магазин вокруг везде закрытым. Читала комментарии под влогом. Девочка пишет, Айка, зачем ты надеваешь маску на улице на свежем воздухе? Дышать же тоже надо. Свежим воздухом. Так вот. Если ты ходишь на улице без маски, штраф. Сначала так было в Турции, а потом и у нас. Так, давайте пробанем йогурт. Я такой уже ела, но там были весные ягоды. А здесь клубничка. Столько людей все покупают. Я хотела взять топик. Сначала взяла. Пошла померила. Он мне понравился. Но там был только один. Потом я подумала, нет, все-таки брать не буду. Походила еще по магазинам. И решила вернуться назад в этот магазин. И мой топик висел. И прямо перед моим носом одна девочка взяла его мерить. Не знаю, висела она его или нет. Но уже, знаете, ждать я ее не стала. Думаю, не судьба. Ничего. И не такое переживали. Давайте попробуем эту штучку. Очень интересно смотрится. Попробуем. Ребята, это леденец. Его, наверное, облизывать надо. Я сейчас свой зуб сломаю. В общем, долгое дело. Нам с вами не по зубам. Давайте лучше роллы с хомячем. Вот это я понимаю, еда. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Подписываться на мой канал. Всех люблю. Пока.